МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужно отметить, что, конечно, выстраивается очень четкая вертикаль непосредственно тех посылок, которые формируются в федеральном центре. И уже было озвучено о том, что, конечно, и в бюджете города прежде всего нашло отражение реализации национальных проектов, которые реализуются в соответствии с 204-м указом президента. Так, на реализацию указов президента предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей. В основу формирования проекта бюджета на 2020 год также вошел принцип по увеличению оплаты труда. Как и прошлые годы, бюджет остается социально направленным. Все те параметры, которые были в 2019 году, мы сохраняем и даже приумножаем на сегодняшний день решение тех проблем и школы, и детские сады, и ремонт, и замена в детских садах школьных, вернее, окон в детских садах. Это вся работа на сегодняшний день продолжается. На сферу образования в Ульяновске планируется направить почти 5,5 миллиардов рублей. В эту статью расходов включено и строительство нового детского сада, и покупка помещения для дошколки в микрорайоне «Новая жизнь». 422 миллиона пойдут на культуру и организацию досуга для горожан. Львиная доля денег заложена на ремонт ДК «Первого ма», библиотек и детский школ искусств. На развитие спорта в Ульяновске в следующем году заложено почти 400 миллионов рублей. Выделенная сумма, она, в принципе, обеспечивает нормальную, бесперебойную работу отрасли, физической культуры, и что, соответственно, позволит нам привлечь большее количество занимающихся. Именно я вот сам, как директор школы, именно рассчитываю на большее количество детей, занимающихся. И, соответственно, так называемые серебряные поколения, которые есть сейчас, люди старшего возраста. На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, а также благоустройство потратят больше 3,5 миллиардов рублей. 16 миллионами поддержит малый и средний бизнес в Ульяновске. Сегодня в городе действует программа поддержки малого и среднего бизнеса. Это один из источников повышения доходов города, правильно? Потому что, насколько мы сможем помочь, улучшить состояние нашего предпринимательства, насколько больше мы создадим рабочих мест, настолько и больше будет отчисление НДФЛ в бюджет города. Депутаты Ульяновской городской думы проект бюджета на 2020 год поддерживают. Подробнее с доходами и расходами народные избранники ознакомятся на профильных комитетах. По мнению председателя гордумы Ильи Ножичкина, есть пробелы в части системного решения благоустройства школьных дворов и обновления транспорта. Здесь мы наставим, чтобы не меньше 20 территорий, 20 школьных дворов реализовывались в течение одного года. Конечно, нужно резко нарастить темпы обновления спортивной инфраструктуры именно в микрорайонах и обеспечить дворовыми тренерами не менее 100 таких площадок. Представители ветеранских движений, несмотря на всю сбалансированность бюджета, отмечают его недальновидность. Частоту мы видим, но перспективы наперед сегодня никто не смотрит. Я о чем речь веду? Перспектива. Сегодня не заложены средства в бюджете на развязки, которых сегодня в городе нужно сделать очень много. Начиная от Парка Победы, Университетскую, Минаево, Железной дивизии и так далее. Полтора часа слушаний и большинство ульяновцев проект бюджета города на 2020 год поддержали. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ.